Каждый второй рэпер мечтает попасть на музыкальный лейбл, чтобы стать известным. Чтобы много зарабатывать, писать музыку и, в общем-то, ничего больше не делать. Мне довелось это испытать. Знаете, ничего там хорошего я не нашел. Субтитры создавал DimaTorzok Человек, который придумал тот контракт, и если у него сейчас нет настроения, то ты со своими желаниями, целями и мечтами вообще не в кассу. Так может длиться день, неделю, месяц, год, а может и семь лет. Так а дальше-то что было? То чувство, когда ты просыпаешься и первым делом думаешь о том, что вот-вот сегодня в твоей жизни что-то да поменяется. Проходит день, ничего не происходит. В кармане дует ветер, а в личной жизни творится полный беспредел. Пока твоя бывшая ебется с кем-то непонятно где, а ты живешь еле как еще и вдобавок не можешь ее забыть, потому что очень сильно любишь. Тебе нужно помочь всем вокруг, но себе ты помочь не можешь. Твои проблемы летают на слишком высоком уровне, до которого тебе просто так не достать. В этот момент включается космический режим, что я называю Space Mode. По-английски. Так прикольнее. Че я не зачитаю. Ты отключаешься от всего внешнего мира мозгами и погружаешься во внутренний мир душой. Физически ты присутствуешь в этой жизни, но твое сердце улетает куда-то за пределы орбиты. Там ты находишь свое вдохновение и музыку. Тот мир намного добрее, чем тот, в котором ты привык жить и существовать. В том мире нет ничего злого. Не перед кем извиняться и некого прощать. Все просто. Так появился я. Тот, кого ты привык разовать в раз. Одинокий внутри вас Стильно грустный внутри вас Ворон внутри вас Однажды каждый из нас захочет выплеснуть все то, что так долго копил и хранил в себе годами. Настроение пульсирует и порой зашкаливает по пикам секвенсора, что называется судьбой. От романтического и меланхоличного до злого и раздражительного. Грань между приятными тонкостями внутри и непонятным хаосом снаружи. Выход за грани орбиты и горизонта, находясь в серой и обыденной жизни со своими тонкостями, проблемами и радостью. Мыслить выше, мыслить шире, находясь в замкнутости стереотипов. Это спейсмод. Это где-то внутри тебя. Это намного выше, чем все, что ты видишь вокруг себя. За красивой обложкой стоит далеко не самый легкий. Тот самый Антоненко Дмитрий, которого ты знаешь и помнишь. Тот самый Дима Дэкс, которого ты также знаешь и помнишь. Тот самый обычный парень из небогатой семьи, который пытается достать все звезды с неба и занять свое место под солнцем. Я не хочу, чтобы ты привыкала ко мне. Я хочу быть разным. Сегодня я хочу любить, я люблю. Завтра я хочу тусоваться, я тусуюсь. Послезавтра я хочу побыть один, и я буду один. Я так устал от этой системы, мне нужна подпитка из космоса. Это спейсмод. Это я. Принимай меня таким, какой я есть. Продолжение следует...